Снабжённая проповедь Снабжённая проповедь Снабжённая проповедь Снабжённая проповедь Снабжённая проповедь Поэтому Пётр говорит У него большой опыт Хождения с Господом Он видел все попытки Дьявола уничтожить Их и Господа Иисуса И он сделал вывод Один из выводов такой Трезвитесь и Бодрствуйте Он понял, когда мы трезвые Бодрые, дьявол Шанса у дьявола нет Но когда мы не трезвые Мы не бодрые У дьявола все шансы От тебя просится Быть трезвым И быть бодрым Вот, получается Когда человек бодрый Это значит Он не спит И это Дает ему большой шанс Победить И никогда Не поражаться Вторая истина Которую мы замечаем В этом стихе Есть противник Я хочу попробовать Вам объяснять Попробовать Объяснять И рисовать Чем занимается противник Написано в Библии тут Противник Ваш дьявол Ходит Как рикающий лев Ища кого поглотит Я попробую переводить На понятном языке У вас есть противник Дьявол Который Планирует Стратегично Как тебя Уничтожит Дьявол не делали Как комар Вы понимаете Который летит Встретил пастор Генри Попробовал съесть Пастор Генри Не получилось Побежал к Игорю Не получилось Побежал к Михаилу Не получилось Ну ладно Завтра Дьявол не так Противник Наш Дьявол Планирует Стратегично Он поизучил Все твои слабости Он поизучил Все твои Самозащитные реакции Он поизучил Все твои Лжи и обманы Он зафиксировал Все твои Переживания Страхи Он Он Взвешивал Все через что Ты вырос в жизни Какие были Обстоятельства В семье Ныне В семье С мужем С женой Или с родителем Он все это Знает Все твои Разочарования В школе В университете Он знает И он Стратегично Использует Все это Чтобы искать Метод Как тебя Уничтожить Нету ничего Такого Что дьявол Как комар Прилетел И придумал Что делать Иногда Такое бывает Но он Очень стратегично Работает Пытаться Тебя Уничтожить У него Сейчас Несколько Схемы Как тебя Разрушить У него Эти схемы Есть Некоторые Схемы Он уже Запустил В действии Некоторые Он Сохраняет Запасным Вариантом Если Эти Не сработают Но Есть Одно Решение Трезвитесь И Бодрствуйте Можно Все Его Схемы Можно Все Его Плани Их И всех Можно Уничтожить То есть Павел Говорит Мне Легко Жить Почему Я Знаю Все Его Плани Павел Был Трезвым И Бодрым Поэтому Бог Желает Чтобы Мы С вами Всегда Во Всем Победили Дьявола Это Божье Желание Скажите Амин Возникает Вопрос Хорошо Пастор Генри Как Мне Жить Жизнь Трезвого И Бодрого Нужно Учиться Любить Людей Заметите Человек Который Любит Это Трезвый И Бодрый Человек И Ему Очень Мало Будет Дьявольские Ловушки Которые Будут Успешны Вот Любовь Это Ступенька В Победу Скажите Со мной Любовь Это Ступенька К Божьей Победе Первая Иоанна Вторая Глава Девяти По Одиннадцать Библия Говорит Кто Говорит Что Он Во Свете И Ненавидит Брата Своего Тот Еще Во Тьме Слушайте Внимательно Кто Любит Брата Своего Тот Пребывает Во Свете И Нет В нем Соблазна Одиннадцать Стих А Кто Ненавидит Брата Своего Тот Находится Во Тьме И Во Тьме Ходит И Не Знает Куда Идет Потому Что Тьма Ослепила Ему Глаза Это Означает Когда Я Нахожусь В Ненависти Состри Не Расстраивайтесь Вы Входите В Числе Братьев Поэтому Когда Человек Живет В Ненависти Он Переполнено Тмою Если бы Мы Сейчас Выключили Свет В этом Зале Черный Занависть И Сказали Всем Выходи К выходу Вы бы Не нашли Выход Вы бы Друг на друга Падали Ломали 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 Ноги И Было Травмы Много И Было Бы Много Свидетельства И Селения В конце Собрания Но Как Только Включим Свет Вы Скажите Как Я Мог Путать Дверь Все Очевидно А Потому Что Была Тьма Ненависть В сердце Человека Делает Человека Слепым Он Абсолютно Слепой Это Такая Слепота Который Не Дает Тебе Видеть Ни Стратегии Ни Плани Дьявола Но Я Добавлю И Тоже Божьи Плани И Божьи Стратегии Не Увидишь Когда Ты Находишь В Ослеплении Ненависти Я Уже Пастор Столько Лет И Встречался С Пасторами И С Верующими Которые Были В Ненависти Они Были Слепыми Тим Объясняешь Что Бог Говорит Нол Они Заняты Своей Ненавистью Заметите Что Ненависть Это Абсолютное Ослепление И тьма Это значит Свет Выключен Это значит Человек Не знает Куда Идет Хотя Он Куда-то Идет И не знает Куда идет Этот Человек Ослеплен И не Ведет Куда И что Он Делает Это Означает Что Человек Не Это Основа Для Поражения И Полного Урона В жизни Заметите Не Живи В Ненависти В Притчах 4 глава 19 Библия Говорит Путь же Беззаконник Как тьма Они Не знают Обо что Споткнуться Верующий Который Живет В ненависти Равняется Беззаконнику Жизни Которые Тьма И Дьяволу Легко Найти В чем Тебя Поражать И Притом Он Поразит Тебя Столько Сколько Он Захочет Человек Живущий В ненависти Он Слабый В духе Так Кто Меня Еще Слышит Вы Еще Здесь Или Нет Ненависть Это Тот Вагон Из Которого Надо Постоянно Уходить И Никогда В нем Не сидеть Потому что Ты становишься Слепым Человеком Человек Когда Говорит Я люблю Что это Означает Это Означает Что Он Показывает Доброту Скажите Доброту Вы Представляете Что Нужно Показать Людям Просить Что Покажи Доброту Это Означает Простить Людей Прощать Скажите Прощаю Непрощение Убило Столько Людей Потому что С момента Непрощения Бог Перестал Иметь Дело С тобою С того Момента С момента Как Тебе Ненависть Остался Или Обида Осела Или Что-то Внутри Из этого Из этой Семейки Живет В тебе С этого Момента С Богом Ты Абсолютно Оторван Твои Грехи Не прощаются Твои Молитвы Они Изолированы Даже Попробовать Молиться За твое Исселение Нет Исселения Библия Говорит Когда вы Станете В молитве Простите Если вы Имеете На кого Почему Потому что В моменте Непрощения Закрывает Твои Молитвы Вопрос Прощения Для Бога Так Важно Потому что Это то Как мы С вами Попали В Его Царство Он Простил И когда Мы Закрываем Прощение Живем В ненависти Живем В обидах Живем В непрощении Живем В горечи Живем В том Что Я жертва Со мной Несправедливо Когда мы Живем В это Мы Отошли От того Кто Нас Простил И вот Получается Что Когда мы Говорим Что человек Любит Он Прощает А когда Мы Прощаем Значит Мы Любим Он Убирает Обиду Он Убирает Гнев Посланок Кремлянам 13 глава 8 стих По 10 Не Не Оставайтесь Должным Никому Ничем Кроме Взаимной Любви Ибо Любящий Другого Исполнил Закон Ибо Заповеди Не Прелюбодействуй Не Убивай Не Кради Не Лежесвидетельствуй Не Пожелай Чужого И все Другие Заключаются В Всем Слове Люби Ближного Твоего Как Самого Себя 10 стих Любовь Не Делает Ближному Зла И Так Любовь Есть Исполнение Закона Я Специально Взял Это Местописание Чтобы Заодно Этот Вопрос Вам Дать Понять Все Заповеди Которые В 10 Заповеди Связаны С Моралностью Или С Тем Чтобы Победить Греха Оно Решается В Новом Заповеде Который Иисус Дал Новую Заповедь Даю Вам Любите Друг Друг И Павел Объясняет Что Когда Ты Любишь Сразу Все Заповеди Связаны С тем Чтобы Не Грешить Исполняются В Любви Вместо Того Чтобы Ходить Со Списком Да Так Я Первый Заповедь Нарушив Или Почти Ну Ладно Это Сложно Он Сказал Живите В Любви И Любовь Вас Будет Реагировать На Каждый Случай Правильно И Заповеди Десяти Они Будут Исполнены Сразу Любовь Прощает Любовь Убирает Заметите Что Вот эти Качества Которые Мы Говорили Да Непрощение И тому Подобное Это Качества Которые Создают Все Проблемы Между Людьми Именно Эти Обижен Я Жертва Со мной Несправедливо Поступили Не могу Простить Его Эти Вещи Именно На них Дьявол Строит Все Проблемы Между Человеками Между Мужьями И женами Между Родителями И детьми Между Государствами Это Его Основа И когда Ты видишь Что В твоей Жизни Пришли Эти Качества Убегай От них Как можно Быстрее Потому что Дьявол Задумал Тебя Уничтожить Если Ты уже В этих Качествах Живешь Определенное Время Торопись Потому что Уже Море Людей Вокруг Тебя Уже Страдают А Ты Не В курсе Но Обычно Тем Больше Людей Входит В круг Любви К тебе Тем Меньше У тебя Врагов Цари Раньше Когда Жили У них Был такой Принцип Тем Больше Доброту Они Показывают Тем Меньше Шансов Что Кто-то Их Может Отравить Будь Человеком Который Любит И люди Будут Искать Как Бы Тебе Делать Добро А не Зло Они Будут Говорить О тебе Хорошо Когда Тебя Нет Они Будут Отстаивать Твои Интересы Когда Говорится Твое Имя Они Будут Говорить Нет 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 Он Хороший Даже Когда Тебя Нет Будь Человеком Который Любит А зато Когда У тебя Маленькое Круг Любви Ты Живешь Путем Исключения То У тебя Будет Очень Много Врагов И Ненавидящих Тебя Скажите Аминь Поэтому Будем Любить Будем Прошать Будем Ценить Будем Прокрывать Будем Нижить В обиде Мы Уходим От Этого Это Засада Дьяволская Это Со Всеми Людми Живущими На земле Такое Было Но Они Победили Уливаются Дальше Кушают Дальше Никто Не Отказывается Отъедей Они Полноценно Живут Ты Не Первый Под Ударом Поэтому Будь Следующим Победителем Живи В Любви Второе Если Мы Желаем Быть Людьми Которые Трезвые И Бодрые Поймите Основа Для Победы Трезвитесь И Бодрствуйте Когда Нет Трезвости Нет Победы Хотим Побеждать Нужна Трезвость И Одно Из вещей Что Забирает Трезвость У человека Это Волнение И Заботы Волнение И Заботы Как И Ненависти Способны Ослепить Человека Волнение И Забот К Филиппийцам Четвертая Глава Четвертый Стих Библия Говорит По Девятую Радуетесь Всегда Радуетесь Еще Говорю Радуетесь Кто Помнит Как Выглядит Радость Когда Последний Раз Вы Видели Радость У себя В зеркало Давно Вы Возможно Смеялись Друзьями Но Себя В зеркало Вы Давно Не Видите Потому Что Вы Отвыкли Радоваться Кроме Когда Вас Друзья Щекотят Да Вот Надо Радоваться Радость Скажи Радость Я Вас Не Слышу Радость Это Крепость Радость Это Сила Радость Дает Тебе Быть Трезвым Радость Сохранит Твою Жизнь Долго Радость Это То Что Бог Нам Дал Чтобы Душа Наша Была Крепкая Радость 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 Дальше Кротость Ваша Будет Известна Всем Человекам Господь Близко Не Заботитесь Ни О чем Но Всегда В Молитве И Прощение С Благодарением Открывайте Свои Желания Перед Богом И Что Будет Мир Божий Который Превыше Всякого Ума Соблюдет Или Сохранит Сердца Ваши И Помышления Ваши Во Христе Иисусе Наконец Братья И Сос Расскажется Тоже Что Только Истина Что Честно Что Справедливо Что Чисто Что Любезно Что Достославно Что Только Добродетель И Похвала О том Помышляйте Чему Вы Научились Что Приняли И Слышали И Видели Во мне То И Всполняйте И Бог Мира Будет С вами Вот Заметите Что Волнение И Заботы Способны Тебя Ослепить Поэтому Они Не Нужны Надо Учиться Уйти От Волнения И Тут Говорится Так Для Того Чтобы Уйти От Волнения Написано Когда Волни От Забот Приходят Открывайте И Богу И Тогда Мир Божий Приходит Поэтому Заметите Бог Предлагает Чтобы Мысли Наши И Он Говорит Что Только Истина Что Только Честно То Это Нужно Себя Взять В руки Опять же Трезвость Мысль Пришла Бегает По голове Говорит Стоп 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 Это Не Та Мысль Раз Убрал Трезвость Вы понимаете В прошлом году Меня так обидели Убрал Возможно Это Правда Но Эта Мысль Мне Не Нужна Оно Абсолютно Мне Не Полезно Поэтому Я Выключаю Для Того Чтобы Остаться Трезвым Что Только Любезно Что Только Достославно Вот об этом Помышлайте Научись Регулировать Своё мышление Потому что Все поступки Человека Рождаются От его Помышления Успех Человека Зависит От его Мышления Что Будет С ним Зависит От его Мышления Поэтому Павел Говорит Что Только Хорошее Достославное Похвала И так Дальше О том Помышлайте И это Сохранит Сердца Ваше Сохранит Вас И вы будете Жить Долго Между Протим И это Дает Трезвость И Очень Важно Две Дести Мы читали Чему Что Вас Научил Что Вы Услышали От Меня И Что Вы Видели Во Мне То И И И Бог Мира Будет С вами Вот Эта Фраза Это Местописание Слушайте Внимательно Мы С вами Харизматик Говорим Со Мной Бог Всегда А Павел Говорит Бог С вами Будет При Одном Условии О Когда То Что Вы Приняли Чему Научились И Слышали Мыслил Согласно Тому Что Вы Меня Научили И Наставляли И Тогда Бог Будет Меня Провожать Тогда Вопрос Такой Почему Почему Я Не Должен Волноваться Какой Какие Аргументы Почему Я Должен Избегать Волнения И Забот Потому Что Заметите Бог Говорит Псалом 22 Четвертый Стих Написано 22 4 Псалом Если Я Пойду И долине Смерть Ни Тени Не Убаю Зла Потому Что Ты Со Мною Твой Жезл И посох Они Успокаивают Меня Долина Смерть Ни Это Момент Жизни Когда Все Темно Плохо Тяжело Трудно Страшно Это Такой Момент Как Например Ты пришел К врачу И тебе Говорят У вас Есть У вас Рак Это Момент Долиной Смерть Ни Тени Страшно Тяжело Темно Вообще И поэтому Давид говорит Я проходил Через долину Смерть Ни Тени И теперь Я научился Никогда Не бояться Зла То есть Прохожу И не боюсь Есть два Реакция На момент Смерть Ни Тени Первое Просто бояться Потому что Темно Хотя Нечего Бояться Вот Присутствие Божие Успокаивает Нас Не бояться Когда Нечего Бояться Второе Присутствие Божие Провожает Нас Если Вдруг Есть Чего Бояться То Он Нас Избавит Он Не только Успокаивает Но он Также Избавляет Когда Будет Момент Стерть Смерть Смерть Словы Не решат Вопрос Подруги Не решат Вопрос Иногда И врачи Не решат Вопрос Помни Проходить Правды Я с тобою Слава Богу Я твой Бог А Он За Меня Отвечает И Вывод Ты Снабжен Для Победоносной Жизни Когда Ты Трезвый И Бодрый Виси Виси ТВ Это канал Христианской Церкви Победа В которой Есть место Для каждого Праздничные Мероприятия Все Чем живет Церковь Вы узнаете На канале Виси ТВ Подпишитесь На наш канал И вы не пропустите Ни одного Важного События Церковь Победа Это место Для каждого Место Для всей Семьи